Конный переход казаков юга по маршруту России-Волгоград-Севастополь, посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне, проходит на территории Южного и Крымского федеральных округов. За 57 дней казачья сотня пройдет через 54 населенных пункта. Протяженность маршрута конного перехода составит 1500 километров. Казачья походная сотня прибыла на Кубань 10 мая, где к ней присоединилось еще 19 кубанских казаков. Подробнее в следующем материале выпуска. Цель конного перехода – отдать дань памяти и глубочайшего уважения отважным защитникам родной земли, казакам России, спасших нас от коричневой чумы 70 лет назад. Данный проект станет важным политическим событием всероссийского масштаба, который несет в себе пропаганду казачьих воинских традиций, патриотизма, беспримерного служения Отечеству и верности воинскому долгу, что непременно укрепит авторитет казачьих обществ России. 19 мая участники конного перехода казаков юга России прибыли в Славянский район. Перед пересечением реки Протоки произошла торжественная передача знамени. Флаг Славянского района лидеру колонны казаков, походному атаману Михаилу Грядневу, вручил глава района Роман Сенеговский. Он также от имени жителей ветеранов Великой Отечественной войны казаков поприветствовал сводный отряд и поздравил участников перехода с Днем Победы. Отводим атаман, мы рады вас приветствовать на гостеприимной славянской земле. Мы уверены, что вам у нас понравятся эти добрые традиции казачества, которые соблюдаются уже много-много лет. Этот конный переход посвящён памяти погибших воинов и, наверное, дань уважения тем ветеранам Великой Отечественной войны, которые сегодня у нас живы и которые в патриотизме преуспевают, помогают нам воспитывать наше поколение. Стартовал конный переход ещё в апреле от Мамаева-Кургана. Конечная точка маршрута – Севастополь. Это около полутора тысяч километров. Охват 54 населённых пунктов. Города герои, города воинской славы. В переходе участвуют казаки Астраханской, Волгоградской, Ростовской области и Краснодарского края. После переправы к ним присоединятся казаки Крыма. Конечные точки перехода – Севастополю – казачьи войска планируют добраться 12 июня, чтобы отметить там День России. Уже второй месяц прошли тысячу километров. Встречает нас Родоружу, что хлебосольно, низкий поклон, всем главным муниципальным образованием, губернатору Краснодарского края, лично атаману войска, низкий поклон. Землю взятшую с Мамайо Курана, хранителями этой вершины. И мы возлагаем каждому билиску. И здесь будем тогда возлагать. После торжественной передачи знамени колонна казаков отправилась в конно-спортивную школу «Изумруд», где для них был организован перевалочный пункт. Для обустройства конного перехода казаков Юга России выбрали это место, конно-спортивную школу «Изумруд», подготовили палатки, военные полевые палатки, численностью до 140 человек. Наше казачье общество, Славянское районное казачье общество установило их, подготовили коновязь на 100 лошадей, подвели электричество, вода, в принципе, санитарный порядок обеспечен полностью. На границе Ростовской области и Краснодарского края к Донцам присоединились 19 всадников Кубанского казачьего войска. Среди них – Александр Старовойтов, Харунжи и Натухаевского хуторского казачьего общества города Новороссийска. В состав участников похода из Кубанского казачьего войска вошли 10 человек из станицы Натухаевской, остальные – из разных районов края, в том числе и два казака из Славянского района. Александр Старовойтов признаётся, о таком походе казаки мечтали давно. Это огромная патриотическая акция, о которой многие казаки мечтали с самого начала возрождения казачества, это с 90-х годов, и всегда хотели совершить такой конный поход. Это настолько важная патриотическая акция. Мы идём, как идёт плуг по непаханной земле, и сеем семена этого патриотизма. Колонну казаков везде встречают очень радушно. Пожилые люди со слезами на глазах желали благополучно дойти до Севастополя. Молодёжь испытывала чувство гордости. На следующий день у памятника пушка, установленного в честь 35-летия Победы, состоялся митинг, посвящённый историческому конному переходу. С вершины главной высоты Мамаевого кургана хранители передали нам землю, святую землю, пролитую кровью наших предков. И мы сегодня возложим у вашего мобилиска эту землю. Руководству района, жителям низкий поклон за хлеб, соль. Дай Бог вам всем здоровья и спаси вас Господи. Братья казаки, мы рады приветствовать вас на нашей благословенной кубанской земле. Желаем, чтобы и дальнейший переход у вас был сопряжён с радостью, чтобы казачья удаль никогда не покидала вас и казачья жизнестойкость. Добрый вам путь и слава России, слава казачеству, слава народу-победителю. Слава казачеству, слава России, добрый путь, Божье благословение, мир и благодать Господня, всеукрепляющие наших казаков. Аминь. После окончания митинга ветераны Великой Отечественной войны представители администрации, казачества, общественных объединений, кадеты и школьники возложили цветы и венки к памятнику, а казаки оставили у него частицу Мамаева кургана высоты 102, ставшей символом крепости духа народа-победителя. На дальнейший путь участников перехода благословил настоятель Свято-Успенского храма отец Никита. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».